ВОДА РОССИИ На плановом совещании с руководителями подразделений директор Смоленской АЭС сообщил о работе атомных станций концерна «Росэнергоатом». Фактическая мощность на станциях концерна «Росэнергоатом» 24 220 мегаватт на 6 утра, что составляет 100,52% план задания ФАС. О техническом состоянии Смоленской АЭС сообщил главный инженер предприятия. Первый и третий блок в работе, суммарная нагрузка 2014 мегаватт. Второй блок, 52 сутки ремонта СВРК, работы в целом графики. За 31 день мая энергоблоками Смоленской АЭС выработано более 1,4 миллиарда киловатт-часов, что превышает плановое задание на 38 миллионов киловатт-часов. С начала года выработка составила 8,2 миллиардов киловатт-часов, сверх плана 84 миллиона. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. 25 мая в торжественной обстановке директор Смоленской АЭС Павел Лубенский и председатель первичной профсоюзной организации САЭС Игорь Хомяков вручили благодарственные письма и памятные сувениры призерам, экспертам и участникам 5-го дивизионального чемпионата РИА «Скилз-2021». Марафон профессионального мастерства по методике WorldSkills проходил с 12 по 16 апреля в пяти городах – Нововоронеж, Удомля, Балакова, Екатеринбург и Чебоксары. Он объединил более 355 лучших профессионалов 9 АЭС и дочерних предприятий «Росэнергоатома». Смоленскую станцию представляла команда из 21 специалиста, которые заявили о себе в 7 компетенциях. 8 из них по итогам чемпионата пополнили копилку достижений нашего предприятия серебряными медалями. Вы показываете профессию и представляете Смоленскую атомную станцию. Я понимаю, концерн, да, «Росатом», но, во-первых, Смоленскую атомную станцию. И достойно. За пять лет участия в дивизиональных, отраслевых и национальных чемпионатах по методике WorldSkills смоленские атомщики завоевали 8 золотых медалей, 9 серебряных и 4 бронзы. Совсем скоро определятся имена призеров, которые войдут в сборную команду «Росэнергоатома» и в конкурентной борьбе покажут свое мастерство на отраслевом чемпионате «Атомскилз-2021», проведение которого запланировано на август. Смоленска АЭС организовала экологическую акцию, которая объединила 97 человек. В эко-субботнике приняли участие работники подразделений САЭС, сотрудники Смоленская АЭС-сервис, водолазы, волонтеры, ветераны и гости, отдыхающие на берегу Ясногорского водохранилища. Наведение порядка на берегах прошло в рамках федеральной целевой программы «Вода России», включенной в национальный проект нашей страны «Экология». Достаточное количество участников позволило разделиться на группы и охватить сразу две наиболее популярные у отдыхающих точки. Район учебно-тренировочного комплекса «Скалодром» и территорию Утрояновского водосброса. О красоте берегов Десны, мягком, дружелюбном климате и изобилующем рыбой водоеме знают не только десногорцы, но и жители региона, соседних областей, столицы нашей Родины. У такой популярности есть и обратная сторона. Не все, кто проводит здесь время, бережно относятся к богатствам, подаренным природой. Смоленская атомная станция ежегодно проводит различные экологические акции, такие как «Зеленая весна», «Вода России», «День без сетей» и многие-многие другие. Эти акции направлены в первую очередь на повышение уровня экологической культуры населения и привлечение молодежи к проблемам экологии. Традиционно наша организация подключается к подобного рода мероприятиям. Сегодня даже, несмотря на пасмурную погоду и легкий дождик, все-таки настроение у всех отличное, замечательное, радостное. Мы выгорелись на природу, сделали берег чище, даже дайверы-любители нам сегодня помогали. Мы обследовали и убрали территорию вокруг Трояновского водосброса. Хотелось бы обратиться к людям, которые приезжают на территорию Десногорского водохранилища, отдыхают в водоохранной зоне. Хотелось бы сказать, что будьте людьми, не надо оставлять пакеты с мусором где-то в кустах, в ямах. Здесь во многих местах установлены контейнеры. Давайте будем повышать свою экологическую культуру и собирать мусор все-таки в установленных местах. Завершается ремонт моста в районе Кургана-Славы. Как отметил заместитель главного инженера Смоленской АЭС по эксплуатации общестанционных объектов Юрий Ильюшин, стартовал завершающий этап ремонтно-восстановительных работ. Как только будет уложено асфальтовое полотно, будет оборудован проезд в обе стороны через мостовой переход на реке Десна. Затем доделают последние штрихи, это отведение с моста воды, установка знаков, нанесение разметки. И наш мост будет, как прошедший капитальный ремонт, его срок эксплуатации будет продлен не на один год, на десятки лет. Мост стал шире, а это требование новых правил. И стала надежной пешеходная дорожка через мостовой переход. Это, конечно же, и ваша безопасность, и безопасность дорожного движения. Чтобы быстрее завершить ремонт, до 4 июня приостановлено движение через мостовой переход большегрузных автомобилей. Это необходимо для сохранения верхнего слоя дорожного покрытия после его монтажа. Десногорск пополнился еще одним центром для развития и активного досуга детей. Его построили при поддержке концерна «Росэнергоатом» и фонда «Ассоциация территории расположения АЭС» на площади у администрации города. 25 мая новый игровой комплекс торжественно открыли. Растущая популярность среди юных жителей подтвердила его актуальность. Десногорским ребятам повезло, ведь это первый игровой городок такого формата в регионе. Хочешь покачаться на Лувре, Опере, Водолеев, забраться на Компас – пожалуйста, масса активности для детей 7-14 лет. На резиновом покрытии 8 объектов из качественных материалов в веревочном исполнении. Присмотреть за чадом родители могут, отдыхая на парковых диванах «Флоренция». Рядом урны, чтобы поддерживать чистоту, стенд с правилами безопасности. За монтаж отвечала местная компания «Стройэлит», выбранная на основе тендера. В конце обросов – это Смоленская атмосферная станция, совет руководителей общественной организации «Ветераны». Для вас будем продолжать делать хорошие дела вместе с вами. Расширить привычную географию зон активного отдыха в 2020 году попросили жители. 87% участников опроса высказались за то, чтобы прописать новый игровой центр по адресу 2-й микрорайон, площадь администрации. Решили сделать его канатным, чтобы дети могли лазать, развивать силу, выносливость, улучшать координацию движения. На воплощение мечты в реальность потребовалось почти 7 миллионов рублей. Игровые площадки, которые появляются у нас на территории нашего города, они появляются, безусловно, при поддержке нашего надежного партнера. Это концерн «Росэнергоатом», «Смоленская атомная станция». И эта площадка не исключение. Финансирование полностью через фонд АТР прошло за счет средств концерна. Как и детские игровые площадки в центре города стоят, на Кургане Славы, в 5-м микрорайоне, в 4-м микрорайоне. Мы сегодня первый раз здесь, здесь шикарно. И в районе 2-го и 1-го микрорайона не было ничего подобного. Это очень важно, что теперь и для жителей 1-го и 2-го микрорайона есть место, где можно с детьми провести время позитивно. Очень много интересных аттракционов, на которые дети получают удовольствие. Тебе нравится здесь? 27 мая десногорцы приняли участие во всероссийской социокультурной акции «Бегущая книга». Майский интеллектуальный забег стал пятым, начиная с 2018 года. Эта инициатива, которая проявлена была в целях популяризации в первую очередь нашей библиотек, была организована именно в городах атомной отрасли. 21 город в 2018 году, а в прошлом году уже 500 городов и почти 40 тысяч жителей или участников этого забега приняли участие в этой всероссийской акции. В Десногорске акцию с энтузиазмом поддержали атомщики, волонтеры города и студенты Десногорского энергетического колледжа. А в роли организаторов выступили сотрудники Центральной библиотеки города. Муниципально-волонтерский штаб, как всегда, в этом году тоже присоединился к нашей любимой библиотеке, и мы с ними провели прекрасный забег «Бегущая книга». Ровно в полдень более 50 волонтеров отправились в самые популярные места Атомграда, чтобы обменять книги на знания. Всего было организовано 4 маршрута интеллектуального забега. Проходя свою дистанцию, участники акции предлагали случайным прохожим ответить на вопросы из области литературы, знаний о родном городе и регионе, среди которых были и вопросы с подвохом. Каждый, кто ответил правильно, получал в подарок за свои знания книгу. Все, кто с вопросом не справился, тоже не остались без призов. Их ждали блокноты и промокоды для крупнейшей онлайн-библиотеки «Литрес». Всего участники акции успели вручить десногорцам 300 книг. Мне очень ценно, что я сегодня неожиданно очень для себя получила такие замечательные книги. На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости Смоленской АЭС. С важными событиями из жизни станции вы можете ознакомиться в разделе САЭС на сайте росэнергоатом.ру, а также в официальной группе Смоленской АЭС в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. А я с вами прощаюсь. Увидимся через неделю. Хороших вам новостей. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok